МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Имена создателей этих добрых, поучительных и весёлых фильмов запоминаем редко. Художник-аниматор Гарри Бардин, создавший десятки ярких и запоминающихся мультиобразов, герой нашей сегодняшней программы, ведь родился режиссёр в Оренбурге. В годы Великой Отечественной войны Оренбург был в глубоком тылу, и поэтому сюда в 41-м году были эвакуированы жители Москвы, Ленинграда, Киева и других городов западной части Советского Союза. В Оренбурге прошли детские годы многих известных людей. Сюда во время войны вместе с родителями ещё совсем маленьким приехал Мстислав Ростропович. Здесь прошли детские годы поэтов Юрия Энтина и Юрия Ряшенцева. Известный мультипликатор Гарри Бардин, о котором мы сегодня расскажем, родился в нашем городе в сентябре 41-го. Здесь, в этом здании, он прожил почти всю войну с мамой и бабушкой. «Я снял их с поезда», — говорит Гарри Яковлевич о своей семье, которую в начале войны из Киева эвакуировали в Челябинскую область. Но в Магнитогорск, куда следовал эшелон, они так и не доехали. У молодой мамы начались роды, и пришлось сойти в Оренбурге. Так появился на свет мальчик, которого назвали очень редким заморским именем Гарри. «Благодаря тетке я получил имя Гарри. Вот Гарри Пиль был ее любимый актер. Любимый. Ну вот такая приходь тетке. Дали имя Гарри». Как вы думаете, с какого возраста человек может помнить свое детство? У Гарри Яковлевича воспоминания удивительно ранние. Например, он помнит, как в 44-м году с фронта всего на два дня приезжал отец, чтобы впервые увидеть своего трехлетнего сына. И я помню, Оренбург, я из всех тысяч запахов, я узнаю запах папиных папирос. Он несет меня на руках. Я его называю дядей, естественно. И мы идем по главной площади Оренбурга. Там стояла огромная елка. Это было накануне Нового года. И были фанерные зверешки. И я помню, у меня музыкальная память хорошая, я помню оттуда мои воспоминания. Марш и Заиды. Па-па, па-па-па-па, па-па-па-па-па, па-па-па-па. Гарри Бардин еще в детстве мечтал стать артистом. После окончания школы поступил в студию МХАТ. Закончил ее и несколько лет служил в театре. Но что-то беспокоило его. Он скучал и томился, будто чувствуя, что ему уготована другая судьба. Театр был советский, драматургия была советская. Играть ее было иногда хорошо. Иногда был портрет Гоголя, был Жуховицкий верхом на дельфине. Это и в театре имени Гоголя. А в основном был репертуар. Нях. И, конечно, меня это заботило. И он искал себя. Озвучивал фильмы, снимался в эпизодах. Потом я обнаглел и написал сценарий. Его приняли. Я написал второй. А потом написал с Василием Ливановым пьесу «Дон Жуан». В жизни каждого творческого человека должна произойти встреча. Встреча с большой буквы, которая даст толчок, развернет, откроет глаза. У Гарри Бардина такая встреча состоялась, когда Сергей Образцов пригласил его режиссером в свой театр кукол. Человек увидел во мне режиссера. Разглядел. И вписал в трудовую книжку режиссер. Ну, собственно, получилось, что мой крестный отец вообще как режиссера. И я уже с ним работал. А второй сценарий, первый поставлен был, а второй лежал. И директор «Союзмультфильма» решил рискнуть. И так как, ну, он рискнул, скорее всего, не из творческих побуждений, что вот, а не дать ли дебют, нет. А там на балансе висел, чтобы как-то реализовать. Он говорит, вот вы режиссер, вот вы и старте. И он поставил. А потом были 15 лет в «Союзмультфильме» и 15 работ, отмеченных многочисленными призами. В его багаже 4 ники, золотая пальмовая ветвь Каннского фестиваля и много других престижнейших наград, собранных по всему свету. Слово «анимация» в переводе с французского означает «оживление», «одушевление». Кроме традиционных кукол и пластилина, в его мультиках оживают спички и веревки, проволока и бумага. И всегда это только ручная работа, никакой компьютерной графики и других современных технологий. Это настоящий мех. Это все сделано ручками нашими. Профессии, связанные с производством кино, во все времена манят молодежь. Им кажется, что у артистов, режиссеров сказочное, богатое, полное развлечений и удовольствий жизни. Тот, кто хочет идти в мультипликацию и мечтает о длинном рубле, пусть забудет. Но у нас есть компенсация. Когда у нас что-то получается, это никаким рублем не измерить. Когда мы видим, как наша фантазия, сейчас, ну, моя фантазия, я придумываю эти истории, да, потом я заражаю этой историей моих коллег, и мы вместе двигаемся к финалу. И они становятся моими единомышленниками. И когда на пути к финалу, по чуть-чуть, так, по кадровой съемке, постепенно, вот что-то начинает получаться. И клеится сценочка к сценочке, эпизод к эпизоду. И то, что было мертвым, да, материалом, на наших глазах начинает оживать, одушевление, анимация, да, обретает душу. И когда начинает двигаться и жить своей, самостоятельной, от нас, жизнью, как будто не мы ему эту жизнь дали, да, это счастье неимоверное. И я не устаю удивляться всему этому, потому что, ну, каждый раз придумывается новая история, новый материал. Я ввергаю моих коллег в новую авантюру, глаза боятся, руки делают, и в конце концов что-то начинает получаться. И когда оно получается, у-у-у. Сын Гарри Яковлевича Павел тоже стал режиссером. Когда ему было лет 14, он мне, ну, в определенном остром таком возрасте, он сказал, ну и что, ты думаешь, ты состоялся? Он сказал, я начал, что-то, я не понял, что я лепетал, да, ну, ну, как, ну, у меня же золотая пальмовая ветка Антского фестиваля, единственного в России. Ну, говорит, а где дача, где машина? И он мне стал, как бы, другой шкалой ценностей поверять мою жизнь. Я говорю, да я по другой шкале живу. Я говорю, я не это, не этим меряю свою жизнь. Прошли годы, и шкала ценностей сына стала такой же, как у отца. А потом, так захотелось ему снять кино, то, которое он хотел, которое он считал правильным, необходимым, граждански нужным. Он продает свою однокомнатную квартиру и снимает «Россия-8.8». Он ее не вернул, деньги не вернулись, но что-то 2,5 миллиона скачиваний в интернете, что говорит о хорошем гражданском резонансе. Это профессиональное абсолютно кино, он меня порадовал как режиссер, он родился как режиссер абсолютно. Это без сомнений, и это гражданский поступок. 20 лет назад Гарри Бардин открыл свою собственную студию, в которой работает и сейчас. Недавно вышел в свет его полнометражный фильм «Гадкий утенок», снятый по одноименной сказке Андерсона. Работа над фильмом продолжалась около 6 лет. Сюжет простой и почти классический. Жить на птичьем дворе, если ты не такой, как все, трудно, заклюют. Есть над чем подумать во все времена и маленьким, и взрослым. И не утенок, и не цыпленок, ты даже сам не знаешь, кто такой. Я показывал в Питере детям где-то 4-й, 5-й класс. И мальчик задал вопрос, а для кого это фильм? Я говорю, а вы из разных школ? А я говорю, из разных. А есть у вас в классе какой-нибудь мальчишка, на котором вы шпыняете, издеваете на него, смеете, и все хором на радость закачивали? Да, да, конечно. И мальчик говорит, так вы для него это делали фильм? Я говорю, нет, для вас. А вы действительно верите, что любой гадкий утенок может превратиться в прекрасного лебедя? Я хочу так верить. Я хочу. Я хочу, потому что, если человек не стал лебедем, в какой-то степени виноват он. Он. Потому что есть такая молитва, она, наверное, самая-самая сложная. Господи, дай мне познать себя. Вот себя познать, найти свою точку приложения сил, а дальше уже, как Архимед, переворачивая землю. В своих работах Гарри Яковлевич не использует современных компьютерных технологий. И поэтому его фильмы выглядят несколько старомодными. В ответ на это художник вспоминает слова своего учителя Сергея Образцова. Он говорил мне, никогда не стремитесь быть модным. Будьте искренним. А если вы талантливы, то то, что вы сделаете, оно и будет модным. Посмотрите мультфильмы Гарри Бардина, и у вас не возникнет сомнений ни в его искренности, ни в его таланте. Мы прощаемся с нашим героем, но не прощаемся с надеждой, что в каждом гадком утенке живет прекрасный лебедь. А иначе зачем жить? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!